Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Я вернулся на лунную базу. Как дела у тебя, мужик? Всё хорошо, добро пожаловать. У меня также всё отлично. Мы сегодня поговорим вместе про биткоин. Но перед этим, зацените вот это видео внизу. Оно стало популярным. И блин, оно такое забавное. Я его несколько раз посмотрел. Да, я тоже. Оно весёлое. Если вы ещё не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Ссылка будет внизу в описании. А давай покажем, первые секунд 20. Ну, может миллионов 5? 10 миллионов? Да ладно! 20 миллионов! Сегодня я вместе с DaVinci J15. И мы будем искать суперкары. Мы на самом деле приглашены на частное мероприятие, организованное Мансури, одним из самых сумасшедших автопроизводителей в мире. Давайте для начала глянем на вот эту безумную штуку. Это что вообще? Я не знаю. Эта штука, это G-Wagon. Эх, на нём лого эфириума. В общем, да. Полностью видео мы не будем смотреть, посмотрите сами. Да, просто невероятное видео, обязательно посмотрите. Ссылка будет внизу в описании. Окей, что ж, мы поговорим про циклы биткоина. Многие люди, которые только пришли в биткоин, не понимают, что мы проходим через циклы взлётов и падений, и при этом мы всегда возвращаемся наверх. Почему же так? Почему мы всегда возвращаемся наверх? Ну, потому что биткоин станет деньгами. Нет никаких если, но и так далее. Правительство не сможет его остановить. Никакая сила, разве что планета взорвётся. Даже если у нас не будет компьютеров, биткоин всё равно будет работать в курсе. До тех пор, пока у нас есть хоть какая-то коммуникация, он будет работать, потому что это просто математика. Это преимущество биткоина над любой другой финансовой системой. При этом всём, каждый год у него уменьшается предложение. Каждые четыре года, получается. Да, каждые четыре года количество биткоина, которое производится, уменьшается. И это можно увидеть на графике цены. Именно поэтому, да Винчи, я хочу выделить определённым образом эти области. Так будет максимально просто. Вот, например, здесь. У нас был медвежий рынок на год. В 2014. Здесь также был годовой медвежий рынок. И посмотрите на это. Сейчас у нас только что закончился медвежий рынок. Буквально сейчас. Это ведёт нас к следующей части циклов. Вот к этой. Её я сделаю зелёной. Потому что, посмотрите. Ты-то знаешь, да Винчи, но думаю, стоит сказать аудитории. Это то, что мы можем ожидать. У нас был годовой медвежий рынок. И затем трёхгодовой бычий рынок. И затем опять годовой медвежий. А затем снова, посмотри. Трёхлетний бычий цикл. Значит, это имеет смысл и здесь. Выделяем ещё одну зелёную область на следующие три года. И это, по сути, то, что мы можем ожидать от цены биткоина. Если учитывать трёхлетний бычий рынок. Понятное дело, это не даёт нам никаких целей. Но вся суть в тайминге. Следующие три года мы можем ожидать, что биткоин будет либо идти вбок, либо наверх. Но определённо он не пойдёт вниз. Если вы так думаете, тогда у вас синдром Питера Шифа. Именно. Поэтому, когда я инвестирую любые деньги, я убеждаюсь в том, что я смогу сделать как минимум в пять раз больше, чем сделает биткоин в ближайшие три года. Даже если мы не дошли до 100 тысяч в прошлый раз, думаю, в следующий раз мы вполне могли бы туда уйти. 100 тысяч – это самый минимум. Да, я согласен на 100%. Я думаю, что биткоин может уйти. Вот, посмотри. Вот эта вершина может находиться на уровне от 100 тысяч до миллиона долларов. Мы не знаем, что это сейчас. Но я верю в то, что следующий цикл может быть самым крупнейшим циклом в истории биткоина. Последний цикл у нас был довольно невпечатляющим. Да. Так что я думаю, что очень много силы, очень много заряда всё ещё с нами. И готовы появиться уже в следующем цикле. И вполне возможно, он станет крупнейшим. И, возможно, самым мощным циклом. Есть также ещё кое-что, что может повлиять на цену. Это кривая инноваций. Ты когда-нибудь видел кривую инноваций? Давай посмотрим. Вот она, кривая инноваций. Как вы видите, по этой кривой... Инноваторы – это только 2,5% людей, которые зашли на рынок. Это инноваторы. И есть исследование, что только 2,3% американцев держат биткоин. 2,3%. Так что мы ещё даже не дошли до ранних последователей. Это дополнительные 13,5% популяции человечества. Можешь себе представить, что в следующие 30 лет придут ещё 13,5%. Представляешь, какой будет цена? Будет просто невероятной. Да, просто сумасшедшей. Увидим просто дикие цены. Если просто посчитать немного, получается, что разница между инноваторами и ранними последователями, между этими процентами, это 4-5 раз. То есть биткоину, чтобы сюда дойти, нужно вырасти в 5 раз как минимум. Да, но это же не будет основываться на том, сколько человек пришло в эту область. Всё не так просто. Люди, когда приходят за каким-то активом, они просто сходят с ума. Делают слишком много, слишком спекулируют. Именно поэтому мы и видим на биткоине такие взлёты и падения. Всё из-за большой спекуляции. Так что это и произойдёт. Это огромное количество людей будут слишком много спекулировать на биткоине. И вау. Именно отсюда у нас такие пузыри появляются. Но это всё равно интересные цифры. Он, по крайней мере, вырастет в 5 раз. В качестве поддержки, в качестве последнего прибежища, будет определённая линия... Давайте вернёмся на цену биткоина. Всегда есть линия, которая никогда не пробивается. Ну, хотя бы примерно. Давайте перейдём на недельный график. Я покажу вам двухсотнедельную среднюю скользящую. Это довольно интересная линия. Вот она, красная. Давайте посмотрим вот так. Вот эта красная линия всегда растёт. Потому что биткоин всегда растёт, и всё больше людей заходит. Вот эта линия вырастет в 5 раз. И при этом, как вы видите, мы иногда уходим гораздо выше этой линии из-за спекуляций. И затем возвращаемся. Так что да, я согласен на 100%. Мы вырастим гораздо выше, чем в 5 раз. Именно. Просто 5x у нас гарантированы. Это самый минимум. Да. Так что... Ваши инвестиции в биткоин сделают вам как минимум 5x. Потому что биткоин никуда не денется. Нет никакого способа уничтожить биткоин. Если, конечно, не уничтожить все компьютеры, весь интернет, все способы коммуникации. Да, именно. Иногда меня спрашивают, Карл, как думаешь, а биткоин может уйти до нуля? Или всё-таки биткоин выживет? Я говорю, ну как думаешь, интернет выживет? Они говорят, да. Ну вот тебе и ответ. Да, всё так просто. Всё максимально просто. Многие люди думают, что с интернетом будет всё в порядке. У нас всё ещё будет электричество, так что... Лёгкая инвестиция. 5x, вот они, у вас в руках. Так чего же вы ждёте? Именно. Остановите видео и идите купите биткоин. Но перед этим поставьте лайк, подпишитесь на канал и перейдите на его канал. Карл Зе Мун. И также обязательно посмотрите видео, где мы выбираем суперкар. Вместе с Да Винчи. Если вам нравится, как он смеётся, а смеётся он 20% видео. Да, было весело. Посмотрите видео. Удачи вам.